И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, впрочем, как и всегда, алкобар. И мы, конечно же, будем что-то пить. А заодно об этом обязательно и поговорим. Но сначала история возникновения напитка. Откуда он взялся? В смысле, у меня. Я же вам говорил, я навезу чего-нибудь разных образцов. Короче, видим мы вот такое вот. Вот такое вот. И жена спрашивает, это вообще чё? Я говорю, это вот тут написано аперитив фо шприц. Ну, то есть, в общем-то, уже примерно понятно импортозамещением, чего это является. Жена говорит, хорошо, а как это пить? Я критически её осмотрел и сказал, тебе шампанское. Поэтому мы ещё и шампанское взяли. Ну, короче, общая идея в чём? Господа, очередное импортозамещение. Это называется биттер оранж аперитив. И, собственно, раз написано фор шприц, значит, будем делать. Конечно, кто-нибудь обязательно скажет. Апероль. Апероль. Да, возможно. Но, кстати, шприц делается не только именно на апероле, а на любом биттере с апельсиновым содержанием. Вот так скажем. Должен быть апельсин и горечь. И тогда прокатит под шприц. То есть, это коктейльный, в общем-то, вариант. Но, почему у меня маленькая рюмочка-то на столе? Раз написано, что это аперитив, значит, это аперитив. Значит, его можно пить и так. А как раз вот эти горькие слегка наполынь и настоечки, такие биттеры, их как раз вот для повышения аппетита само-то. Само-то. Поэтому ужин у меня ещё впереди. Открываем. Открываем. И накапаем в чистом виде. Вообще, честно говоря, такие напитки чистыми не пьются. Как бы считается, что они горьковаты. Вот это вот всё. То есть, надо сразу в составе коктейлей. Ну, будет вам всё. Будет. А мы первую выпьем всё-таки чисто. Ну, пахнет, чем должно. Пахнет, чем должно. Вопрос, конечно, в горечи сейчас будет. Но проверим. А заодно и состав бы надо будет прочитать. Как для поднятия аппетита будет прекрасным. Как по горечи мне немножко не хватает. Я бы хотел чуть более полынное что-нибудь. Но мы читаем состав, ребят. Кстати, из такого сразу здесь рецепт коктейля. Биттер, оранж, сухое, игристое, содовое. 40-60-20. Ломтик апельсина и лёд. Ну, лёд я исключаю сразу. Я не пью ничего со льдом. А в составе у нас есть вода питьевоисправленная. Спирт люкс. Сахарный сироп. Настой спиртовно-апельсиновой корки. Полыни. Полынь. Вот следующее слово кого-нибудь заинтересует. И прочитают его как вахты. Не вахты, а вахты. Это вахта трёхлистная, по-моему, так она называется. Это трава такая. Кориандра, зубровки. Экстракт апельсин. Настой спиртованной итальянской травы. Которая состоит из орегано, базилик, майоран, розмарин, чабер, тимьян, шалфей. Ну, в принципе, пока всё, в общем-то, пока всё, в общем-то, очень хорошо. Учитывая ценник, который был 230, 240, короче, точно до 250, то, в общем-то, это уже прям вот, прям имеет место быть. Но, но, сейчас я немножко поору. Дорогая жена, помнишь, что шампанское мы тебе брали, которое ты сейчас гомеопатическими дозами пьёшь? Уже неделю. Верни мне его, пожалуйста, оно мне нужно для дела. Мы будем шприц творить. Сейчас посмотрим, сколько там шампанского осталось, конечно. Оставишь. О, вот это вот правильно ты принесла. Вот это правильно. Оставишь? Ну, потом. Ты мне сейчас отдай. Это в последний раз я закрывал. Значит, ты к ней больше не притрадивалась. Извините. Да, значит, ты к ней больше не притрадивалась. Это мне сюда, да. Это мне сюда. Это я прям даже забыл сразу взять. Потому что это обязательно понадобится. А мы делаем, собственно, коктейльчик. Давайте попробуем как-нибудь соблюсти пропорции, которые описаны на данной бутылке. Описано у нас биттер 40, сухое и игристое 60. Мы имеем авторское блюд. Вот такое вот. Игристое вино блюд белое. Поэтому прокатит вполне. Добавляем. И, в принципе, хорошо бы содовую или, например, швепс. Но я пока попробую так. Вот из двух компонентов. Если не так зайдет, я добавлю третий. Швепс у меня, если что, есть. Я даже знаю где. А прикольненько. Прикольненько, но мне бы надо горечи. То есть, швепс будет участвовать в следующей. Ой, иди сюда, швепс. Швепс будет участвовать. И я вам могу сказать, что на вариант новогодний застольный. Именно такой новогодний застольный, когда все пьют шампанское и с печалью поглядывают на водку. Если вы принесете вот такое, вы король вечера. Все. Особенно из шампанского осталось много. Девочки вас будут любить, прямо обожать. Но я себе швепса чуть-чуть докапаю. Так, без фанатизма. Это у нас что? Это у нас индиан. Достаточно горький. Для того, чтобы, в общем-то, получить то, что я хочу. А я хочу чуть-чуть апельсинки. Чуть-чуть шампусика, в данном случае. Афтерское брюд. И чуть-чуть горчинки. И вот сейчас будем тестить. Запах поменялся. Поменялся запах. Вот это мой вариант. Вот так. То есть, компонентов должно быть все-таки три. Поясняю почему. Мне здесь изначально не хватило горчинки. Ну, не хватило. Вот я хотел погорче. И вот я это сделал. Все. Получилось. Получилось. Сейчас мы это, наверное, вот так допьем. А нет. Мы это допьем уже с апельсинкой. С апельсинкой, потому что сам Бог велел. Конечно, в идеале, чтобы вы эту апельсинку вот так вот надели на бокал. И так и подавали. Но я и буду, простите, закусывать. Посмотрим. Как это все будет сочетаться. Оно офигительно сочетается. Вот сейчас понимаю, что оно сочетается просто офигительно. Вот так вот. Так. Четвертая определяющая, господа. Мы ее... А четвертая или она? Ладно. Мы ее нальем в чистом виде. Мы ее нальем в коньячный. Дабы прочувствовать, так скажем, нотки. И начнем с внешнего вида. Бутылочка. Бутылочка вроде как стандартная. Но хотя есть вот это утолщение. Это утолщение, знаете, что дает? Бульк красивый. Красивый бульк оно должно давать. Но оно яркое. Оно на полке стоит яркое. Оно яркое. У него интересный цвет. То есть это вообще вещь заметная. За это плюсик однозначный. Запах. Сейчас. Тут чуть-чуть. Из коньячного пахнет насыщеннее. Вот здесь уже пошли вот эти вот итальянские травы, как там было написано. Вот это вот все. И уже отсюда понятно, что оно будет горчить. Хоть как. Ну, без фанатизма, но будет. То есть это уже вот четко из коньячного чувствуется. В чистом виде пьется. Но все-таки вот этот вариант. Плюс вот эти две составляющих. Мне понравился больше, как ни странно. Хотя я не особо фанат коктейльных вариантов. Но все-таки, наверное, вот так. Но. Но. Если вам в качестве аперитивчика перед ужином, то, я думаю, вполне зайдет. В чистом виде тут абсолютно спокойно можно. Поэтому мы потихоньку делаем пятую заключительную. И делать мы ее будем по трехкомпонентной системе. По трехкомпонентной системе. Раз. Вот даже интерес. А ради просто еще раз. Вот этот рецепт, который написан. Точнее, процент. 40, 60, 20. Примерно так и будем выдерживать. Это было типа 40. Это будет типа 60. Тем более, жена просила ее оставить. Поэтому запаковываем обратно. Вот понравилось оно. Я не знаю, с чего так. Причем, ладно, допила сразу всю. Так нет. Растягивает, растягивает. Запаковали. И швепс. Вот так. Вот так. Нет, еще чуть-чуть. Во! Во! Получилось. И чувствую, пятый тут не получится ограничиться. Придется растянуть на две. Общая идея. Можно ли брать? Ребят, за этот ценник можно абсолютно спокойно. Как вариант импортозамещения? Оно прокатывает. Как вариант делать шприц? То есть, вот это вот. Понятное дело, что на слуху у всех, по большому счету, опероль шприц. Но как бы шприц, он изначально называется коктейль-шприц. Он делается на любом апельсиновом биттере, горьковатом. И это уже соответствует всему заявленному. То есть, здесь, как говорится, хотел бы доколупаться, да не к чему. Поэтому за это и выпьем половиночку. Ну, а напиток коварный, могу вам сказать. То есть, тут главное не переборщить. Опять же, там новогодний вечер, еще что-то. Новогодняя ночь даже, скажем. Вот вы пришли с такой бутылочкой. Дешевое сердит, все классно. Все, вы всем вот это вот натворили. Все счастливы, все радостны. Вы здесь теперь доминантный самец. Но если пить вот так вот и много, вы знаете, опасно. Может очень серьезно дать в голову. И вполне вероятно, что даст. И уже заключительную, которая будет питься за вас, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что ждет следующих видео, выходящих с пугающей, иногда не очень периодичностью. Я все-таки потом закушу апельсинкой. Вот этот вариант мне зашел просто идеально. Поэтому поехали. И всем пока. Да. Вот так.